ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Гонки на собачьих упряжках – один из самых интересных, оригинальных и современных видов спорта. Он возник еще в начале 20 века, исходя из сугубо практического применения ездовых собак на Крайнем Севере. А первые соревнования появились во времена золотой лихорадки. Именно тогда началось массовое увлечение этим видом спорта. Стоит отметить, что в те времена собаки были единственным видом транспорта, так как только они могли справиться со снегом и арктическим климатом. Сейчас же ездовые породы встречаются повсеместно. Их разводят на всех континентах, даже в Южной Африке и Австралии. Поэтому вовсе не обязательно ехать за тысячи километров в страну вечных льдов и снегов, чтобы заниматься спортом с ездовыми собаками. К тому же в настоящее время существует столько его разновидностей, что совсем не обязательно покупать дюжину лайек или самоедов. Причем ездить на собаках можно не только зимой, но и летом. Такие соревнования называются dryland, то есть гонки на бесснежной трассе. Нужно отметить, что одной из причин возрастающей популярности этого вида спорта является его доступность. Ведь для того, чтобы заняться ездовым спортом, нужен лишь четвероногий партнер и желание открыть для себя новые возможности своей собаки. Ну а если такое занятие пришлось вам по душе, то можно перейти к серьезной подготовке и участию в соревнованиях. Например, в таких, как прошли недавно в Михайловке. Это соревнования по летним видам ездового спорта, dryland, ветер надежды. Соревнования такого масштаба проходят у нас не первый раз, но с каждым разом мы стараемся сделать все лучше и лучше, как бы исправляя ошибки прошлых соревнований. Как прошли эти, покажет время, люди, отзывы. Однако уже сейчас можно сказать о том, что ветер надежды явно дул в нужном направлении. Ведь на соревнования приехали спортсмены из разных регионов. Соревновались спортсмены из городов Пермского края, Челябинской области, Шкатастана, Самарской области. Кстати, несмотря на то, что команда Уфы была принимающей стороной и, соответственно, ехать нашим спортсменам далеко не пришлось, самым многочисленным составом в этот раз представлен был другой регион. В этот раз Пермский край, потом Челябинск, ну, вместе с нами тоже примерно на уровне. Но в нашей республике надо еще работать, 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 идти вперед, догонять. Семимильными шагами то, что люди делали за пять лет, нам надо сделать года за два. Главной проблемой Федерации ездового спорта с собаками является отсутствие подходящих для тренировок и соревнований трасс. Но в этот раз «Ветер надежды» объединил две спортивные организации, благодаря чему мероприятие прошло на уже обкатанной ранее трассе. В данный момент нам очень помогла Федерация лыжных гонок Республики Башкортостан в лице Андрея Матвеева. Вот он предоставил, как бы, участки своей трассы, старт-финиш организовал. А обычно, если люди пытаются все это сделать сами, то упирается именно в то, что нет нормальных трасс, свободных земель. И для тренировок тоже места мало, потому что тренироваться вместе с лыжниками мы не можем, мы их пугаем, мы им разбиваем лыжню. Нам нужна своя, но вот в этом году, может быть, почему еще и надежда, что мы надеемся на долгое сотрудничество с Федерацией лыжных гонок. Возможно, что именно на базе этой Федерации мы будем совместно работать и тренировать наших юниоров. Юниоров, как и взрослых спортсменов, в Уфе могло бы быть и больше, ведь активных людей с четвероногими питомцами у нас хватает. Но и здесь, как оказалось, есть свои нюансы. Город Уфа, он вытянутый. Например, жители Черниковки не смогут приехать сюда, в Михайловку. Поэтому надо не ограничиваться одной трассой, надо искать другие варианты. Будем работать, будем исправлять. А завлекать детей будем именно тем же, что, например, работая вместе с Лыжной Федерацией Республики Башкортостан, их юниоры, посмотрев, возможно, уже зимой выступят со своими собаками. Ну, вернее, с нашими собаками на наших соревнованиях, но уже в качестве каюров. Несмотря на кажущуюся легкость, ездовой спорт все же подходит не всем. Здесь важна не только физическая подготовка, но и другие факторы. Поэтому до определенного возраста серьезные тренировки с собакой все же стоит отложить. В принципе, и от 13 можно, но раньше 13 смысла нет. И вообще, как бы, чем старше. Ну, лучший возраст 16, я думаю. Потому что здесь надо уже и управлять собакой, как-то уметь находить с ней общий язык, быть авторитетом для нее. А это все-таки уже явно не ребенок должен быть. И спорт все равно хоть и менее травмоопасный, но травмоопасный. Поэтому с 13 нормально. Кстати, уже на этих соревнованиях есть молодые спортсмены, которые отлично себя показали, и это не осталось незамеченным. Очень нам нравится, с Павловки ребята они пробежали, их три человека, все хорошо. Будем думать, как дальше жить, тренироваться. Все три юных спортсмена представляли село Павловка и показали отличные результаты. А все началось с появления в доме собак. Мы купили их 15 месяцев назад и сразу начали заниматься. Зовут Хан Кобель, 15 месяцев. Несмотря на успех в соревнованиях, не все, по словам Максима, дается ему легко. Например, контакт с собакой во время гонки – это дело непростое. Но все решается с помощью постоянных тренировок, которым молодой человек уделяет достаточно много времени. Часа три каждый день. После школы прихожу, отдыхаю и начинаю заниматься. Вечером только уроки уже остаются и все. Впрочем, такое увлечение не вызывает особых проблем, ведь его поддерживают и родные. Мама, папа тоже с нами занимаются, тоже бегают. Но вот выступает пока только Максим. Впрочем, возможно, со временем на трассе появятся и его родители. Но пока у семьи Малышевых другие заботы. Нужно подготовиться к зимнему сезону. Ходим на санках начать кататься. В этой зимой начнем тренироваться. В следующем году уже выступаем. Идею участия в зимних состязаниях разделяет и другой молодой спортсмен Сергей Валеев. Конечно, интересно на санях ездить зимой. Но там другие совсем ощущения. Не одна собака, а четыре. Ими тоже надо уметь управлять. Хочется всему научиться. Но до зимних заездов еще есть время. А пока и эта дистанция далась молодому человеку не совсем просто. Но четвероногий партнер по гонкам приложил все усилия и внес свой вклад в успешное завершение состязания. Есть пуски, подъемы. Было тяжело, конечно, преодолевать такую трассу. Но справились. Сложно удалось. Но собака помогала мне. И все прошло успешно. По словам Сергея, залог успеха прежде всего кроется во взаимодействии с собакой. Собака чувствует. Ее всегда надо держать в напряге. Подсказывать. И тогда она ведет себя совсем по-другому. И идет прямо все хорошо. Но и естественно свою роль сыграл тот факт, что партнером по этому забегу стала собака из конной ездовой породы. Поэтому даже непродолжительные тренировки позволили показать хороший результат. Порода, хаски. Кличка Рэй. Собаке 14 месяцев. Это наши первые соревнования такие. И занимаемся совсем недавно. Две недели потренировались и поехали. У следующего же участника соревнований спортивная подготовка была более продолжительной. Хотя и в другом направлении. Занимался лыжами. И тут меня пригласили побежать с собаками. Я очень согласился. Первый раз эмоции с собаками побежать. Конечно, тяжело. Привык уже одному бегу, а тут еще и с собакой. Но так прикольно. С собакой бежать. Нравится. Хочу еще и зимой попробовать на санях. Кстати, Никита выступал на этих соревнованиях не со своей собакой, что немного усложняло прохождение трассы. Но молодой человек нашел контакт со своей четвероногой партнершей по гонкам. Я бежал с собакой Алисы, порода хаски. Такая с характером, дружелюбная. Мне она очень тоже понравилась. Привык уже к ней тоже. Думаю, тоже сейчас завести себе собаку и так же начать бегать с ней. Будем надеяться, что мечты молодого спортсмена сбудутся. И через некоторое время мы увидим его на гоночной трассе уже со своим питомцем. А пока у всех школьников и их родителей появился еще один пример того, как дружба ребенка и собаки может стать отличным вариантом для привлечения подрастающего поколения к спорту и здоровому образу жизни. Поэтому, когда в следующий раз ваше чадо попросят купить щенка, еще раз подумайте, а может и правда пришло время для появления нового четвероногого члена семьи. Субтитры подогнал «Симон» Среди взрослых участников были как уже опытные спортсмены, так и те, для кого этот драйленд стал дебютным. Например, Максим Алымов начал тренироваться со своей собакой совсем недавно, когда просто увидел объявление о проведении соревнований. Это бельгийская обчарка Мульмуа, речка Аджеп. Она оттеконка, в общем, в первый раз. Мы тут, в принципе, даже не готовим к нему, я шлем вчера. Я шлем на него одевать в 2 раз в его жизни. Для себя открыли новое направление. Обычно занимаются просто трассировкой. Это ИПО, ПКД, ЗГЭ, защитные виды спорта. А в принципе беговые, я уже первый раз участвую. Это, в принципе, все будет, что у меня, что у него. Ощущение отменное просто. Трасса хорошая. Для людей, кто первый раз, ну, такая, можно даже сложная сказать. Кстати, для успешного прохождения дистанции необходимо не только тренироваться, но и правильно подобрать снаряжение. Норматив посмотрел, что требуется. Ну, бегать, ну, хорошо бегать мы, в принципе, вроде как умеем. Потом уже ближе к соревнованию уже полез посмотреть снаряжение. Там увидел все эти шлейки, подтяги, пояса, все эти моменты, все нюансы, так скажем. Ну и давай готовиться. За неделю где-то примерно до этого у нас появилась шлейка. Вчера у нас появился шлем. И три дня назад мы сделали пояс с подтягом. Посмотрел, снаряжение, все вроде нормально, все сходится. Сегодня с утра спросили у судей, вон, посмотрел наше снаряжение, говорит, да, все окей, допускаю, до старта. Максим Алымов был одним из тех участников, кто показал очень хорошие результаты с собакой неездовой породы. Его бельгийская овчарка Малинуа, хоть и не занималась раньше таким видом спорта, тем не менее имела свои преимущества, которые помогли прийти к финишу в числе первых. В основном скорость, во-вторых, еще плюс в том, что, как бы, в принципе, в основной матери того, что собака путалась в снаряжении, мы, в принципе, ну, я бы не сказал, что мы слишком много времени потеряли, там, буквально, ну, не знаю, секунд 10, наверное. Я уложился в это время только лишь потому, что у меня сапог управляемый. То есть, допустим, там, на старте, когда у него запутался потяг, запутался за лапами, я просто его голосом с расстояния уменьшил ему темп и распутывал прямо на ходу. Вот, а остальные моменты, когда уже, я уже сам был, ну, в принципе, мой им был косяк, на колесо напутался пояс тоже, я его остановил, там мимо пробегает, пропуская другую собаку, которая бежит рядом за мной, он спокойно стоит рядом со мной и ждет, когда я его распутаю. То есть, его управляемый, за счет его управляемый, за счет того, что мы занимались послушанием с ним. Все эти моменты есть. В принципе, основное преимущество в этом. Среди, это имеется в виду, когда бежим по трассе. Ну, еще самый основной плюс в том, что они очень выносливые, они умеют бегать, они умеют работать, они любят это дело. А вот следующий участник, несмотря на большой опыт выступления на подобных соревнованиях, в этот раз остался недоволен своим результатом. 3 из 10, потому что собака подвела. Ну, она не хотела бежать. Я ехал впереди собаки, это не по правилам, так не должно быть. Собака должна бежать впереди. Но, несмотря на это, мероприятие молодому человеку очень понравилось. Все было очень классно, ни разу не упал. Ребята молодцы, хорошо организовали. Вообще, в этот день уровень подготовки соревнований и качество трассы отмечали все участники. И, несмотря на сложную дистанцию, такой опыт порадовал всех. На самом деле, участвовать в этих соревнованиях классно, потому что здесь очень здоровская трасса. Я даже не подозревала, что в Уфе можно найти такие горы. Хоть у нас здесь и горные башкирии. Но очень тяжело. Вот там два подъема, на второй подъем почти все идут уже пешком, потому что не хватает ни своих. Ну, по крайней мере, на велике уже надо слезать с велик. Вот, это классно, солнышко. Здорово. Закрытие сезона осеннего. По словам Марии, ездовой спорт – это не просто возможность принять участие в соревнованиях и победить. Главное, что благодаря таким встречам с единомышленниками жизнь становится более интересной и насыщенной. Ну, а четвероногие друзья лишь добавляют поводы для радости. У меня сибирская хаски, Юта. Ей почти три года. Ну, в принципе, она меня и привела в ездовой спорт. Я думала, мы взяли хаски, подумали, блин, есть же с нами, будет слушно. Ну, пришлось сначала бегать, потом на велосипеде кататься. Ну, в общем, я думаю, собаке не скучно. Получается, собаку можно с года, ну, как бы нагружать просто. Она растет до года. И, получается, вот мы два года занимаемся. Ну, самое классное, то, что мы ездим. Нам не скучно. Мы ездили в Челябинскую область, в Тольятти ездили. В общем, мы познакомились с многими людьми очень интересными. И собака тоже познакомилась с собаками многими. Ну, и, естественно, такие гонки – это еще один способ наладить контакт между человеком и собакой. С собакой на трассе мы друг друга отлично понимаем. Если дома и на улице мы друг друга не понимаем, ей хочется съесть косточку какую-нибудь, поиграть с собачками. То на трассе у нас полное взаимопонимание. Кроме этого, Dryland – это еще и возможность испытать себя. Ведь прохождение дистанции требует хорошей физической подготовки. Трасса, она, с одной стороны, простая, с точки зрения рельефа, то есть, достаточно ровная. Вот, а с точки зрения подъема и спуски, то есть, для меня подъемы на байке были тяжелые. То есть, мне пришлось велосипеда слазить там. То есть, я не совсем готов к такой трассе, так скажем. То есть, вообще, я изначально готовился к анекросу. Вот. Ну, рассчитывал, что он будет первым. Ну, ничего страшного. Хотел этих байкей себя попробовать. Ну, попробовал. Павел со своей собакой пробует свои силы во многих направлениях. И такой активный образ жизни очень нравится питомцу. Собака – австралийская овчарка, или ауси. Значит, зовут, ну, домашняя кличка Коди. Официальная – карпи-дием, ловимомент, переводится с латыни. Порода пастушья, вот, предназначена для пастьбы разного рода и овец, и коров, и лошадей, и гусей. В общем, все, что угодно. Но собаки достаточно выносливые. То есть, они в день могут пробегать 50 и более километров. Поэтому, как спортсмены, они тоже хорошие. И в каникроссе, байкджоринге, фризби, аджилити. То есть, собака такая универсальная. Фристайл, танцы с собаками. Ну, мы занимаемся вот каникроссом, немножко фризби. Однако, серьезных результатов от своей собаки Павел не требует. Ведь для него это, прежде всего, возможность держать в хорошей физической форме себя и своего питомца. Ну, вообще, я не рассматриваю для себя это как спорт, больше как физкультура. Вообще, я даже не думал заниматься каникроссом. Ну, вот в городе Мамедогорске получилось такое событие, как масленица. И в рамках этой масленицы, это в этом году было, в апреле, ой, в марте, значит, были любительские забеги с собаками. Мы там поучаствовали. Ну, и дальше больше. И вот, там, в мае, 28 мая были первые серьезные старты. Это остальной рубеж, отборочный, на битву регионов. Ну, дальше больше захотелось еще. Съездили в Самару, съездили в Бирск, съездили в Оренбург. Вот, сейчас приехали в Уфу. То есть, вот, стараемся держать форму. Но для успешного прохождения трассы, кроме хорошей физической формы, по словам Павла, необходим еще и контакт с собакой. На самом деле, здесь изначально было послушание. То есть, мы занимаемся на площадке, Мамедогорская площадка рядом. Есть там хорошие инструкторы. Вот, мы там занимаемся послушанием. ОКД сдали на первую степень ОКД с ним. Вот, и я бы сказал, что больше послушание помогает в ездовом спорте. Потому что выполнение команд, ну, не все еще у нас получается, на самом деле. Вот, но тем не менее, то, что собака достаточно послушная. Вот, то есть, все-таки изначально должно быть какое-то послушание. А ездовой спорт, это, мне кажется, все-таки больше для того, чтобы... Ну, собаки, они все спортсмены по-своему. Любая собака спортсмен. Ну, это больше даже для здоровья собаки, ну, и для себя. И действительно, для собак такие соревнования всегда только в радость. Ведь это возможность размяться, получить заряд энергии и порадовать своего хозяина хорошим результатом. А вот для человека гонка – это не всегда легкое развлечение. Поэтому иногда спортсмены в шутку просят некоторые послабления. Я бы поработал над тем, чтобы создали еще... Выделили категорию ветеранов, чтобы отдельно бежали старше сорока. Потому что молодежь добавляет, мне только приходится держать форму. Ну, а если серьезно, то ездовой спорт с собаками – это уникальное направление, которое развито во многих странах мира. Ну, а у нас пока о нем знают лишь энтузиасты, которые с удовольствием занимаются этим необычным, на первый взгляд, видом спорта, который воспитывает любовь к животным, терпение, упорство и умение не останавливаться на достигнутом. Конечно, любой вид спорта – это огромная работа. Но ездовой спорт вдвойне, так как в отличной спортивной форме надо быть не только человеку, но и собаке. А теперь мы переходим к нашей постоянной рубрике, которую мы создаем вместе с контактным зоопарком «Лесное посольство». Здравствуйте, уважаемые телезрители! Добро пожаловать в контактный зоопарк «Лесное посольство». Мы рады вам сообщить об открытии новой выставки, на которой представлены одни из самых древних обитателей нашей планеты – пауки-птицыеды. Это самые крупные, самые красивые, но при этом и самые ядовитые пауки на Земле. Одни умеют маскироваться, другие – прыгать. Некоторые из них крайне опасны и ядовиты, а другие – более спокойные и почти безопасные. Не многие знают, но продолжительность жизни некоторых пауков может достигать и 30 лет, а их размеры варьируются от полумиллиметра до 30 сантиметров в длину. Удивительно, но паутину не смогли сделать искусственно ни в одной лаборатории мира. А самую древнюю паутину нашли в янтаре. Ее возраст составил 165 миллионов лет. Самка-паука за раз может откладывать несколько тысяч яиц. Это один из факторов, который помог им дожить до наших дней. Всего на нашей выставке представлено 15 пауков и один скорпион. О некоторых из них я расскажу подробнее. Громостола розе – это чилийский розовый птицеед, один из самых спокойных и неагрессивных видов. Его спокойно можно брать на руки, но с каждой линькой пауки меняют свой характер, поэтому он может стать более пугливым. Хадагенос паусиднс – это африканский каменный скорпион, один из самых крупных и неагрессивных видов. Он не проявляет агрессию к человеку, и поэтому его можно брать на руки. Брахипельма вегенс – этот паук обитает в Мексике. В отличие от других представителей рода, он более нервный и агрессивный. Этот паук не обладает токсичным ядом, но в случае опасности стесывает волоски из брюшка, и они, попадая в дыхательные пути, вызывают сильное раздражение. Агантоскория геникулята – бразильский белоколенный паук. Это очень нервный и агрессивный вид, очень любит рыть ямы и норы. В качестве стройматериалов он использует все – от коры до паилок и термометров. Пауки – это удивительные существа, за которыми очень интересно наблюдать. Убедиться в этом вы можете, лично посетив выставку. На выставке жители города смогут увидеть даже синего и розового паука, а также посмотреть, как охотятся членисты ноги. Кстати, доплачивать за выставку не нужно, достаточно просто приобрести входной билет в зоопарк, где вас ждут более 40 видов животных – кенгуру, кенгуренок, енот-полоскун, страусы, павлин, королевские змеи, ящерицы и многие другие. Мы всегда ждем вас в гости в наше лесное посольство. Контактный зоопарк «Лесное посольство» – это увлекательное и познавательное путешествие в мир животных, где их можно трогать, гладить и кормить. Время работы зоопарка ежедневно – с 10 утра до половины 9 вечера. По адресу Менделеева, 205А, Лайфстайл-центр, Башкирия. Телефон в Уфе – 246-11-98. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова